В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проверил качество ремонта нескольких дорог в городе Видное. Посмотрели те участки, которые уже сданы. Часть из них как бы без проблем. На некоторых участках есть замечания. В администрации округа прошло совместное заседание комитета по местному самоуправлению Московской областной думы. Рассмотрели порядка семи вопросов. Я думаю, что это было и конструктивно, и интересно. В Лопатинской школе в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» провели мероприятие «Посади дерево от класса». Школа у нас новая. Мы очень хотим, чтобы она со временем расцвела, как настоящий сад. Летом капитальный ремонт автодорог проводился на 11 улицах города Видное. Всего в округе отремонтировано около 50 километров дорожного полотна. Проверить качество проведенных работ на Петровском проезде в Расторгуеве приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Работы по ремонту дорог в Расторгуеве закончились около месяца назад. Летом здесь меняли дорожное полотно на улице Героя России Тинькова и Петровском проезде. Завозили асфальт. Работал асфальтоукладчик и комплект катков. Три единицы катка. По протяженности обе улицы занимают около полутора километров. На все работы ушло 11 миллионов рублей. На Петровском проезде провели фрезерование дорожного полотна и укладку нового. Также здесь установили бордюрный камень и нанесли разметку. Помимо обновленного асфальта на улице появились и удобные пешеходные дорожки. Для проверки качества выполненных работ с депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Валерием Черниковым и генеральным директором МБУ Дорсервис Александром Митряйкиным встретился депутат Московской областной думы Владимир Жук. Ответы на возникшие в ходе осмотра вопросы давал подрядчик, проводивший работы на территории. На всех этапах мы приезжаем, смотрим. И сейчас вот посмотрели те участки, которые уже сданы. Часть из них как бы без проблем. На некоторых участках есть замечания. Они устранены и устраняются. Я уверен, что в течение нескольких дней полностью эти недостатки, которые были выявлены в процессе экспертизы, мы их больше не увидим. Обновление дорог в муниципалитете проводится по государственной программе «Дороги Подмосковья». В Ленинском городском округе были отремонтированы 18 участков, 14 из которых с привлечением софинансирования из областного бюджета. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Видном в здании администрации прошло совместное заседание Комитета по местному самоуправлению Московской областной думы, Президиума Совета муниципальных образований и правления Ассоциации развития территориального общественного самоуправления Московской области. За последние полгода это первое очное заседание в таком составе. На повестке дня ряд важных назревших вопросов. К примеру, обсуждение проектов федеральных законов, вносящих изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации и федеральные законы, касающиеся местного самоуправления. Сейчас, если мы примем эти законы и внесем, это уже будет большущий шаг вперед. Это в Гражданский кодекс, который позволит с юридическими лицами, будучи юридическим лицом, некоммерческая организация особого вида, которая действительно тоже может работать. Сейчас появилась форма, что можно получать определенную деятельность, которая приносит доход. Это тоже важно. Таким образом, ТОСы, как некоммерческие корпоративные организации, смогут не только осуществлять приносящую доход деятельность, но и получать субсидии и бюджетную помощь от органов власти. Также обсудили учреждение ежегодного конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области» и ряд других вопросов. Те предложения, которые прозвучали от нас, облегчение внесения изменений в уставы муниципальных образований, это жизненная необходимость для территории, и эти вопросы назрели. Но в общей сложности рассмотрели порядка семи вопросов. Я думаю, что это было и конструктивно, и интересно. За время своего существования детский спортивный клуб «Орленок» воспитал более двух тысяч борцов. Его спортсмены – постоянные участники и победители областных и всероссийских соревнований. В секции под дзюдо созданы все условия для гармоничного физического развития ребенка. Но помещение, расположенное на школьной улице, едва вмещает всех желающих. Ведь с каждым годом тех, кто хочет заниматься этим видом спорта, становится все больше. Клуб «Орленок» везет свою историю с 1977 года. Именно тогда несколько видновских дзюдоистов организовали секцию спортивной борьбы. Помещение для нее было найдено в здании бывшей котельной. В этом помещении находилась угольная котельная. С капитальными хорошими стенами, с кровлей, с подведенными коммуникациями. Вода, тепло, электричество подведено свое. Со временем к нашему клубу перешла часть территории подсобных. Там были мастерские. У нас зал расширился. Спортивный клуб и сейчас расположен в том же здании. На первом этаже два зала для борьбы и один тренажерный. На втором – раздевалка. Помещение уже стало тесновато, ведь население города с каждым годом увеличивается. В «Орленке» 300 воспитанников. Дети занимаются в две смены. Хотелось бы, чтобы у нас тоже в округе, в нашем таком, в одном из самых старых клубов, были нормальные условия. Мы заслужили их. И ребята тоже достойны заниматься в более лучших условиях. Уже 15 лет руководит спортивным клубом «Гаджимурад Гаджимурадов». Тренер высшей категории, мастер спорта подзюдо. Сам в прошлом воспитанник «Орленка». По моему приглашению я пригласил сюда Алексея Абердовича Граина. Он у нас был на прошлой неделе. Посмотрел, конечно, но впечатление было не очень от состояния, от условий, от нагруженности нашего спортивного объекта. Причем он эту борьбу-то сам знает хорошо. Он бывший самбист. Стоит отметить, что филиалы «Орленка» есть в Молокове и в совхозе имени Ленина. В черте города также работают секции спортивного клуба. Они расположены в витновских школах. Самая прелесть вот этих зданий, которые находятся в центре города, они… Дело в том, что у нас вид спорта массовый. И родители, маме, там, допустим, пока папе, они на работе, они знают, что ребенок, ему не надо на двух, на трех автобусах никуда ехать. Вот он вышел из дома, сделал уроки, пришел на занятия. Или до школы пришел на занятия в пределах, там, 10-15 минут. В шаговой доступности такой спортивный клуб – это, конечно, уникальная возможность для наших детей расти. Ратмир Мусаев занимается дзюдо уже 6 лет. За это время мальчик успел стать призером нескольких областных соревнований. Это оранжевый пояс, это 4Q. Мы вот набираем белый, сначала выдается нам, когда мы идем, ну, повязка. Потом мы набираем по броскам на желтый и удержание. Потом идет оранжевый и так далее. Этот вид спорта вполне по нраву и по силам девочкам, которых в Орленке занимается немало. Я крайне была удивлена, что мой ребенок выбрал именно занятие дзюдо. Но сейчас, спустя вот уже полтора года, как она занимается, я вижу, насколько у нее появился характер. И, ну, надеюсь, что в дальнейшем у нее будут успехи благодаря клубу Орленок. 11-летняя Лиза Красова решила возобновить тренировки после 6-летнего перерыва. Я хочу участвовать в соревнованиях. В первую очередь я хочу просто научиться заново. И хочу, естественно, на соревнованиях. Воспитанники Орленка – постоянные участники и победители областных и всероссийских соревнований. Ежегодно появляются кандидаты и мастера спорта. Занятия проводят заслуженные тренеры, которые тоже начинали карьеру в стенах этого клуба. Наталья Буслаева, Александр Логинов и Елена Кошелева. Видное ТВ. В этом году в Московской области экологическая акция «Наш лес – посади свое дерево» проходит в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес». Неизменно Ленинский городской округ принимает в этих мероприятиях активное участие. В Лопатинской школе подошли к акции «Креативные». Чтобы больше заинтересовать ребят, немного изменили название «Посади дерево от класса». Я и мои коллеги в этой акции тоже приняли непосредственное участие. После окончания уроков у младших классов ребятня высыпала на улицу, но не праздности ради. Сегодня в Лопатинской школе стартовала акция, в ходе которой мальчишки и девчонки, а также их родители посадят несколько десятков различных деревьев. Школа у нас новая. Мы очень хотим, чтобы она со временем расцвела, как настоящий сад. И вот наши родители и дети сегодня в рамках акции «Посади дерево от класса» сажают деревья. Действительно, жилой комплекс «Государев дом» не самый зеленый район Ленинского городского округа. Да и те деревья, что посажены здесь, пока еще не очень высокого роста. Такая же ситуация и вокруг школы. Наша телекомпания тоже решила принять участие в посадке зеленых насаждений. Стоит отметить, что самое активное участие в акции «Посадить дерево от класса» приняли родители. Они сами приобрели саженцы, землю и удобрения. Не обошелся и сам процесс озеленения без их участия. Всем было очень интересно. Все хотели поучаствовать, потому что территория школы новая и абсолютно не озеленена. И поэтому мы хотим ее украсить и с детьми на выпуске уже увидеть эти красивые большие деревья. В настоящий момент уже около 20 классов посадили свои деревья. Но акция не будет ограничена одним днем. Несмотря на то, что мероприятие носит название «Посади дерево от класса», многие школьные коллективы сажают по 2-3 растения. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошулева. Видное ТВ. Футбольными победами видновские спортсмены радовали город со дня открытия стадиона «Металлург». Спустя 51 год ветераны этого вида спорта играют в составе команды «Союз». За время существования коллектива накопилось немало наград и историй, которые были собраны в особенную выставку. На днях на стадионе открылась памятная выставка, на которой представлено более 20 фотографий и около 50 кубков команды «Союз». Ветераны видновского футбола ждали ее давно. И теперь, благодаря историко-культурному центру и спонсорам, в числе которых Владислав Рымша, организатор турнира памяти Александра Цыганкова, юное поколение спортсменов сможет узнать, как развивался видновский футбол. После армии мы, так сказать, собрались, благодаря Константину Жуковичу Котельнику, который тоже бывший игрок команды, он играл на протяжении многих лет. Вот он нас начал тренировать, готовить к открытию сезона, потому что там команда была, Московская профсоюзная команда, Московская Кокса Газового, называется «Металлург». Самое яркое знание было, конечно, естественно, когда открытие стадиона «Металлурга». Это было больше 50 лет назад. Вот видно, тут Павел Ферлыч Ганецкий перерезает ленточку от ветеранов, значит, выходит на игру. Вот во втором тайме мне тоже довелось участвовать, мне было 19 лет в то время. Это было, как говорится, большим успехом. Я вышел играть всего на 15 минут. В течение многих лет спортсмены защищали честь Ленинского района на различных футбольных соревнованиях. Бывали в Турции, Словакии и Польше. Владимир Кузнецов стал первым капитаном команды, а в 1975 году свою повязку он передал Александру Цыганкову. Человек прекрасный был, душил очень. Побольше ему жить, да и жить бы еще. По-моему, по Цыганке я ничего не могу плохого сказать. В субботу в 10 утра на стадионе «Металлург» состоится 13-й турнир памяти Александра Цыганкова. Для ветеранов футбола этот день особенно важен. 10 октября бесспорному лидеру команды исполнилось бы 70 лет. В этот раз в 10 часов утра на стадионе «Металлург» играют команды «Старая площадь», «Динамо-27» – это филигерская служба России, команда «Югославская диаспора» Босния в этом году приезжает, администрация городского округа и две местные команды «Металлург» видно, и «Союз-50», которые участвуют в первенстве России. Во время турнира гости смогут познакомиться с открывшейся выставкой. Для одних это шанс ближе узнать родной город, для других – поделиться своими воспоминаниями. Вот открытие стадиона. 50 лет было в прошлом году. Это знаменательная дата. Городу 55, а уже на пятый год открыли стадион. Здесь ведь на этом же… Почему стадион на этом месте? Да потому что здесь, на этом месте, ребята сами еще до строительства стадионов копали ворота и играли. Родина вот вышла на запорог и уже Родина. Благодаря нашим друзьям мы вместе, мы сила. Поэтому приходите в субботу, поболейте за своих, а сами не болейте. Соблюдайте дистанцию и держите здоровье в порядке. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова